Мы со своей стороны берем определенные обязательства тоже на себя, мы принимаем определенные методологии, следуя которой мы очищаемся от последствий наших прошлых грехов. То есть это не какой-то, знаете, фантастический метод, то есть он практический метод, который работает. То есть мы учимся соприкасаться с влиянием гуны благости в нашей жизни. Потому что гуна благости, она предверяет, то есть она стоит перед религиозностью. Это в 11-й песне Бхага Кришна Утхави это объясняет. Он говорит, что гуна благости стоит перед религиозностью, и если человек в своей жизни все делает, старается все делать, все невозможно сделать в гуне благости, но старается делать все в гуне благости, то человек становится религиозным. А высшей религиозностью является преданность Господу. Потому что сама по себе такая, скажем, материальная религиозность, это хорошо, но это лишь начало. И поэтому, идя этим духовным путем, принимая на себя эти правила, предписания, определенные обеты, которые мы называем правил этими чистоты, не чистоты, как свободы, да, принципами свободы. То есть, а свобода от чего? Свобода от влияния низших гун природы. Потому что гуны природы, они влияют на наш ум, на наше тело. И недавно у меня такая ассоциация возникла. Мы фактически сидим в этой грубой машине тела. И мы смотрим на этот мир через наши чувства. То есть, мы сидим, глубоко говоря, в этих воздушных потоках в сердце. И мы смотрим, ну, как ездите. По сути, мы в озеро Ума смотрим. А в Ум входят реки чувств. Глаза что-то видят. Самый большой, на самом деле, нервный канал, который входит в мозг. Потом, ну, запахи, звуки. То есть, мы, по сути, как бы, Ум, он как озеро, в которое мы, как душа, в этом воздушном потоке сидим, смотрим. И вот она колыхается. Раз мы что-то запах услышали. И этот запах, он вызывает у нас какие-то ассоциации. О, мама такие пирожки готовила, да. Раз, то есть, эмоция и мысль, она всколыхнула, это зеркало ума. И мы, как душа, мы смотрим на этот, на это озеро, и мы видим эти образы. Мы думаем, это я, это я, это я. Потом, раз мы там слышим звон денег, мы такие, оу, это другие ассоциации пошли. И так далее. То есть, у каждого свой набор ассоциаций. Ну, он, по сути, плюс-минус похож. Он чуть-чуть отличается местом, временем, обстоятельствами. Но по факту мы, 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 как зачарованные, наблюдаем за этой своей жизнью. Мы смотрим в прошлое, мы строим планы в будущее. Мы живем, как бы, вот в этих вот грезах. Мы очень сосредоточены на своей жизни, на своих желаниях, на своих планах. Вот и тут кто-то приходит и говорит, оказывается, ты слуга Бога. Мы такие, стоп, какого Бога? Я что-то планы по жизни строю, какого Бога? Я еще и слуга. Оказывается, я слуга. Но когда мы, чем дальше мы задумываемся над этим вопросом, то оказывается, реально наше благо, то есть, реально наша польза в синхронизации, в взаимодействии с Богом. Ну, то есть, у нас, по факту, это его энергия. Это его тела. Он точно знает прошлое, настоящее и будущее. Вот я, например, думаю, если я обрету какое-то положение в жизни, ну, люди о чем мечтают? О богатстве, каких-то вещах, ну, кто-то там о каких-то отношениях. Ну, то есть, разные у всех мечты, но по факту они тоже плюс-минус похожи. Я думаю, вот я обрету какую-то вот ситуацию в жизни. Вот точно это сделает меня счастливым. Это как история с одним горшечником, который молился Господу Шиве. Господь Шива, он настолько милостив, что Кришна наделяет его таким же могуществом, по факту. Но единственное отличие, Господь Вишну, он учитывает. Будет ли польза, ну, душе, которая молится от исполнения желаний. Если сейчас пользы не будет, он исполнит его позже, когда будет польза. Ну, то есть, он всегда исполняет желания, но во времени, так сказать, учитывает. Ну, как заботливый отец. Господь Шива, наоборот, он молится, просит. Окей, хочешь, получи. И горшечник молился, молился, что сделай так, чтобы мои горшки никогда не бились. Представляете, это идеальные горшки. Ты их бьешь, ломаешь. Они не бьются. И Господь Шива спросил, ты точно этого хочешь? Он говорит, ну, это моя мечта. Это сделает меня счастливым. Это я буду лучшим горшечником. Он говорит, окей. И вот не бьются его горшки. Молва пошла. Все пошло у него. Все в жизни однолаживается. Люди едут и покупают, и покупают эти горшки. Ну, все, рынок насытился, как бы мы современным языком бы сказали. Горшки не бьются. Товар, так сказать, не нужен никому. И он обнищал. И вот так в жизни происходит. Мы думаем, что будет вот так. А происходит оно вот так. Вот оно всегда вот как-то не так, как ни груди. Потому что мы ограниченное живое существо. Мы мечтаем о том, что соответствует нашему жизненному опыту или опыту наших родителей, или опыту наших мужей и жен, или опыту еще кого-то. То есть круга нашего, то, что на нас влияет. Но когда мы взаимодействуем с Господом, когда мы полагаемся на Господа в исполнении желаний, то Господь совершенным образом знает, как это будет работать. Да, у пытливого интеллекта может возникнуть вопрос, что это означает, как это мы полагаемся. Ну вот, мы сидим и полагаемся. Вот как оно будет, так оно будет. Нет, тут оно не так работает. Мы в силу нашей природы, то есть поскольку мы понимаем, что наше тело — это инструмент Бога. То есть оно не наше. Нам его дали. У него есть определенные плюсы, есть определенные минусы. То есть у него есть границы у этого тела. И вот как совершенный инструмент во Вселенной, знаете как, вот червячки там улучшают почву, пчелки собирают нектар и опыляют цветы. То есть у всех живых существ, и у нас в частности, есть роль, вселенская роль. Кришна говорит, я создал всех живых существ. Я создал эти варны, ашрамы. Я создал мужей, жен, детей, бизнесменов, царей. То есть эти роли создал Господь. И когда мы понимаем, что мы всего лишь, нет, не всего лишь, мы определенная часть в плане Господа, и мы принимаем эту часть, мы принимаем свою природу, мы принимаем себя. То есть мы не хотим быть кем-то другим. То есть я говорю, я вечное живое существо, у меня есть обусловленное тело, и я хочу его использовать так, как Господь задумал его. Да, это продукт моих желаний, бесспорно. Но Господь настолько совершенен, что Он переплетает нити желаний всех живых существ. И я хочу это, а вы хотите это, а вы хотите это. И тут мы тут все собрались, и мы можем исполнить все совершенным образом, гармонично действуя по законам, установленным Господом. И вот когда мы принимаем вот эти вот законы Господа, когда мы принимаем эти правила, то постепенно мы начинаем ощущать свою связь с Богом, и в результате глубокое внутреннее удовлетворение, как ни парадоксально. То есть оно реально появляется, мы становимся счастливы, мы принимаем, что Господь, у меня есть какая-то определенная цель в жизни, я принимаю с благодарностью те обстоятельства жизни, в которых я нахожусь. И я хочу, например, улучшить свою, скажем, ситуацию. Но если она улучшится, я буду с благодарностью. Но если она улучшится, я также буду благодарен. То есть я принимаю ту ситуацию, и я прикладываю усилия, но я не противопоставляю, как вот Багладити Кришна говорит, демоны, они говорят, что я знаю, как бы у меня есть план, я решил так, я готов пойти на все ради того, чтобы это было, но Бог здесь не в учете. И вот получается, возвращаясь к моменту того, что мы соприкасаемся с этими тремя гунами, они влияют на нас очень интересно. Мы выпиваем определенную жидкость, или еду съедаем, она меняет химический состав нашей крови, жидкости в нашей теле. И по факту, наш мозг, он тоже в большинстве состоит из жидкости. То есть, вот представьте, я смотрю на чистое, через чистое, как бы не стекло, через такую воду прозрачную, и тут в эту воду капает какой-то цвет, ну красный, например. И все, то есть весь метр для меня теперь красный. То есть, это показывает на то, как на химическом уровне, получается, влияет алкоголь. То есть, получается, он попадает в кровь, он меняет химический состав крови, там множество факторов действия. То есть, и мы видим мир уже совсем под таким углом, под таким углом, под таким углом. Но это грубый пример, это гуноневежество, то есть так влияет. Но страсть, она влияет тоже так. Но добродетель также влияет, то есть еда, ну мы читаем про пищу, страсть, в невежестве добродетеля, например, пища добродетеля, да, увеличивает продолжительность жизни, очищает сознание, прибавляет сил, здоровье, приносит счастье, удовлетворение, сочное, маслянистое, здоровое, приятное сердце. То есть, вот мы видим продукты, которые определенным образом влияют на наше тело. И вот чем чище наше тело, чем чище наш ум, чем чище наша речь, чем чище наша среда, в которой мы живем, вот тем наше видение реальности, оно реальнее, тем мы более адекватно воспринимаем реальность. Чем больше примесей, чрезмерно горькое, чрезмерно кислое, короче, все чрезмерно, соленое, пряное, острое, сухое, слишком горячее, это пища в гуне, страсти. Страсти. И что она делает? Страдания и болезни. Вот. Мы получаем, скажем, гастриты, чрезмерные. Но, вот, получается, мы видим, и теперь, когда в нашем теле происходит, мы же сидим, и мы же это видим, тело начинает страдать, мы думаем, весь мир такой, весь мир это глюдоль страданий, весь мир это там, короче, одни больницы. То есть, но кто виноват, понимаете? То есть, мы соприкоснались с гунами, гунная сформировала, ну, в нашем теле определенное, как бы, влияние. Мы, мы вечное живое существо, чистейшее живое существо, смотрим на этот мир сквозь призму этого тела, и оказывается, такой вот мир, который всего лишь создан над влиянием, ну, гунна это тело. Ну, я уже молчу про гунну невежества. То есть, когда апатия, ленность, все пропало. Паническое состояние сознания. И вот возвращаясь к тому, что встречаясь с личностью, которая вдохновляет нас идти духовным путем, то есть, мы начинаем делать осознанные, или иногда неосознанные, шаги в этом направлении. То есть, мы этот процесс может пройти очень быстро. Очень быстро. Может растянуться на одну жизнь, на две жизни, на три жизни. Я сейчас слушаю есть воспоминания о Шиле Праупаде, ну, на ютубе, знаете, там разные ученики. Знаете, так подсаживаешься, такое интересно, грани Шиле Праупаде, ну, грани личности описываются. И там каждый, вот, вроде об одной и той же личности говорят, но все так по-разному говорят, вот у каждого свое такое восприятие интересное. И там один, ну, кто-то из ващиновов вспоминал, он говорит, что Браупада дождет, что многим моим ученикам придется родиться три жизни. То есть, это не быстрый процесс. Не быстрый процесс, но в то же время он быстрый. То есть, если мы смотрим в контексте вечности, да, то это просто, просто каких-то три жизни. Но Праупада также говорит, что и за одну жизнь можно. И кто-то скажет, что вы тут про три жизни говорите, да, но я же не говорю, что нельзя, можно и даже нужно. Мы, ну, так сказать, и себя вдохновляем, и других пытаемся вдохновить, да, что это нужно делать. Потому что это вопрос осознанности и вопрос усилий. Да, я как раз думал остановиться и думаю, уверен, что есть темы, вопросы, комментарии. извиняйтесь. Давайте я микрофорчик покажу. Да не, нормально слышно. И не просто на трансляцию смотрят. Это важно. Ладно, задавай вопрос. Я протранслирую. Скоростью по поводу трех жизней. Мне почему-то кажется, что это Шила Правопада цитировал Шилу Батистан. Я думаю, что когда самому Правопаду спрашиваю, не могу, что Ладно будет. Во всяком случае, она это наставлена. Естественно. Потому что есть очень интересный момент в этих беседах. Потому что эти беседы и вот те слова, которые говорит Шила Правопада, это не то, как мы проповедуем. Почему? Потому что это личная беседа. Есть разница между личной беседой и вот там в личной беседе, например, один Саньяси беседует с Правопадой. Он ему там что-то коснулось просада. И где-то они там в самолете принимали просад. И этот Саньяси говорит, это же не просад. И Правопада ему говорит, что на самом деле все не понимают, что все является милостью Господа. То есть вся еда это милость Господа. То есть это все просад. Но это же его сознание. И потом Правопада говорит, но ты так не проповедуй. Понимаешь? То есть это его сознание, его видение. И мы так обычно не проповедуем. Он говорит, что иначе все быстро так сказать скажут, ну да, все же милость, короче говоря, пошел в магазин, так сказать, не пытаясь даже эту тему. Потому что мы находясь на уровне другого сознания, еще не развитого духовного сознания, нам важна ритуальная часть. Важна. Потому что даже само слово ритуал, оно относится, мы знаем, к этому санскритскому слову риту. Риту это цикл, риту это вселенский закон. То есть это когда наше сознание благодаря определенным действиям синхронизируется с определенными вселенскими законами. То есть поэтому мы кланяемся, мы читаем молитву, мы соблюдаем определенную последовательность. таким образом в наше сознание входит этот принцип, что я слуга Бога, Господи Господин в этом мире все ему принадлежит. Хотя по факту это уже оно так и есть. Делаем мы это или не делаем, мы это делаем для себя, чтобы воспитать в себе это сознание. То есть оно и так оно его. Да, и поэтому правопада на общественной проповеди он всегда говорит и в книгах, он говорит об одной жизни. Но понимая как бы ситуацию. В частных беседах он иногда может сказать, что у многих, он не говорит всех, то есть у многих может занять. Также он говорил, что когда там обсуждался вопрос, что все ли ученики попадут в Духовный мир, некоторые на райские планеты попадут. это как раз он говорил, большие стволы по поводу ритуалов. просто это определенная гуна. Ритуал это определенная гуна. Когда человек находится вне гуны, он может думать, что все просад. Да. Вот, но когда человек находится в гунах, то его задача подняться в более высокую гуну. И поэтому он следует ритуалам. Но есть ритуалы страсти, есть ритуалы добродетели, есть ритуалы невежести. Кстати говоря, наша жизнь, она в принципе состоит из ритуалов. Вот заметьте, дети, ему надо сказочку почитать, ему надо перед едой что-то там усадить и так разложить. Человеку, чтобы сознание погрузилось в определенное, испытало определенное состояние, ему надо определенную ритуальную часть совершить. Мы же связаны с этим телом. И нам, как взрослым, у нас тоже свои ритуалы, мы их осознаем или не осознаем. Но по факту они присутствуют. Я, в общем-то, к чему? К тому, с чего вообще начиналась вся лекция. Что гуны, да, то есть деятельность в определенных гунах, она приводит к определенным результатам. Но, как бы, в комментарии там Шила Праупада говорит о том, что чтобы возвысить сознание, нужно действовать в гуне благости. При этом, при всем, сам Шила Праупада, он не проповедовал гуны благости. Он проповедовал трансцендентную деятельность. Трансцендентную гуну благости проповедовал. Да, и я вот сейчас тоже переслушиваю полностью все, что есть о, ну, с Ацварупы Махараджа, о Шиле Праупаде. Да, и вот он там как раз говорит о том, что Шила Праупада говорит о четырех гунах, ну, или о четырех видах деятельности. Вот, и четвертое, имеется в виду именно трансцендентная часть. вот, что человек, действуя на, как это сказать, не на трансцендентном уровне, а человек, который выполняет обязанности, относящиеся к трансцендентной части нашей жизни, он естественным образом поднимается до гуны благости. Именно поэтому неважно шудра, ващат, икшатри или браман, действуя в правильном образом, в соответствии с указаниями своего духовного учителя, истинного духовного учителя, он естественным образом очищает свою жизнь и поднимается до гуны благости именно поэтому даже шудра становится способным проводить ведические ритуалы. Ну, там есть одна оговорка, только ему этому научиться надо. Это в Харибах Бахтира сам предназначение. Его кто-то должен обучить этому. Он имеет гипотетическую квалификацию. Да, об этом речь. Понятное дело, что ему нужно какое-то время для того, чтобы узнать, как непосредственно это делать. Но сам по себе факт его сознания говорит о том, что он может это делать. То есть и в принципе не самое сложное обучиться. Самое сложное как раз обрести квалификацию это делать. Обучиться уже такое делать. То есть если у тебя есть квалификация, обучение это... Но я опять же вернусь к тому, что я говорил в начале, что мы принимаем свою природу. Вот это интересный момент. И мы ее очищаем. Иногда мы хотим всегда стать кем-то другим. Ну такая часто встреча. Ну кем-то, да. Кем-то, но не тем, кем я сейчас есть. Но постепенно мы понимаем, что мы имеем то, что мы имеем, и задача задействовать то, что имеем, максимально совершенным образом. То есть мы не можем... Если я, например, не могу балет танцевать, то я вряд ли в этой жизни смогу танцевать. Ну может что-то близкое к этому и исполню, но точно не совершенно. Но у каждого есть своя... У каждого нету человека, у которого нету определенной грани, которая может развиваться и должен развиваться. Может быть у кого-то еще есть... Сегодня в лекции сказали, что было очень много уровней. С другой стороны, как-то дано Кришна алгоритм статистики численности браманов к шатре он приводил, я не помню источник, в общем, статистика такова, тем более в Калиюгу, 80% браманов, в Айшер чуть больше. Наоборот. 80% шудер. Шудер, прошу прощения, оговорочка, да, оговорка, да, шудер 80%, думаю, шудер сказал браманов, и так далее. То есть браманов вот как бы вот 10% в обществе, если не 5-7, то как вот это... Ну вот. То есть на одного права 10 шатре и 2 тысячи шудер. То есть это даже не 1%. так вот в этой связи, то есть эта статистика, как это увязывается, это не противоречит, просто хочется понять, как увязывается то, что то количество, ну, даже как вы инвестировали историю, я так понимаю, из Магабараты, шимат-багава, где ядовы получали квалифицированную поддержку в виде обучения и так далее. Я могу только ипотетически понять, что существовали так называемые гурукулы, когда на какое-то количество ашрама брамана приходили эти дети и получали образование и так далее. Понимаете, вот соотношение количества браманов, то есть их неизмеримо меньше априори. Не могу ответить. Это будет, опять же, гипотетически, я нигде не встречал таких подробных описаний, как у нас все было устроено. Видите, посмотрите аналогию даже, в современном обществе понятно, Калауш-Удре-Самбавах, то там отдельная история, просто суть такова, что людей интеллектуального труда именно глубоко, исследователей, их априори немного. Да, это факт. Это просто как бы реальная статистика. А кто должен был сегодня электричество не знаешь? Туласевалов. Туласевалов? Не, так он пришел где-то в 35 минут. Ну да. Ну вот он пришел в 35 минут. Я же, ну ладно, не обаим, это сам. Мы ждали 15 минут, потом пели 20 минут, думаю уже это самое. Потом я начал уже говорить для, так сказать, для порядка. Ладно. сегодня все спонтанно идет, потому что после лекции Кирхана, после Кирхана будет еще Кирхана. Наверное, сами организовались и будет раздача, так что не торопитесь, пожалуйста, проходите. Ну давайте еще, может, есть у кого-то мысли по... Харе Кришна. Ну, в общем, известная вещь, что Кришна знает наши желания, и он их просто считывает с нашего сердца. Такой вопрос, а нужно ли формулировать свои желания Кришне в молитвах, просьбы? Я просто к чему это? Сейчас очень много военное время и много таких молитвенных групп, которые собираются, много тысяч людей, молятся за определенную какую-то военную операцию, успех наших войск, или там за безопасность какого-то города, ну, в частности, вот Кривой Рох не дам, и это усилие направляется. Причем они молятся кто как умеет, там нет дирижера. И я хочу, вот как вот ваше мнение, ну, смысл высказываний своих просьб, в таких точных формулировках, или Господь сам знает, что с нами делать и сделает все нужное в должный срок. В меру моего понимания данного вопроса. На самом деле формулировка цели, формулировка желания, это нам надо. то есть понимаете, как наш ум, он не непостоянен, то есть он постоянно прыгает с одного желания на другое. Господь в форме сверхдуши, он видит эти желания, и он исполняет их, в соответствии с нашей заслугой, в течение времени, ну, бесспорно. Но, как все мы замечали, как все мы замечали, что наш ум настолько непостоянен, что мы сегодня это хотим, завтра хотим, послезавтра хотим, а потом не хотим. А это приходит, да. Или иногда уже не приходит, ну, то есть, или приходит не так, как мы хотели. То есть вот эти вот желания, то есть они, то есть это ичха, это желание, энергия, исходящая от души. Это, по-стать, единственное, что наше, ну, единственное. То есть все остальное это энергия Бога. А ичха, ну, вот желание, энергия желания исходит от нас. И вот получается, что мы думаем и вопрос, куда мы направляем эту энергию. Она направляется в данном случае на фоне событий происходящих, да, то есть она направляется на, например, на защиту, там, и так далее. То есть, по сути, наше желание, оно трансформирует реальность. Ну, как бы это ни звучало так пафосно, оно, не то, что оно прям трансформирует, ну, не будем столь, так скажем, о себе такого высокого мнения, да. То есть, Господь, отвечая на наше желание, трансформирует реальность. Но все равно Он же отвечает на это желание. То есть, поэтому это огромная сила. Вопрос в том, что оно, знаете, как вот зеркало, стекло, да, вот, это, ну, если мы возьмем аналогию со светом, да, вот, если оно сфокусировано в линзе, да, одно мы получаем, оно жьет, да, разсеяно, ну, что-то светит, ну, особо толку нет, тепло иногда даже. То есть, вот точно так же наше желание. Весь процесс, весь процесс в акте йоги направлен на то, чтобы сфокусировать наше желание. Да, вообще любой процесс йоги направлен на то, чтобы сфокусировать наш ум на определенной цели. То есть, одни йоги ставят цель. Одну, там, мистические совершенства, кто-то там, освобождение от материального существования, да, но мы, как бы, читаем о том, что высшая цель это построить отношения, ну, восстановить эти отношения с Богом. И мы можем думать, ну, сейчас, может быть, это не актуально, ну, может, сейчас какие-то другие надо цели ставить. Можно попробовать, никто же не может заставить, потому что, это же желание нас. Но со временем любые материальные цели, они приведут нас к разочарованию. Как это не печально. Как это не печально, то есть, мы их ставим, мы их будем достигать, мы будем испытывать определенные плюсы и минусы этих целей. Но они приведут к разочарованию. И, и, поэтому вот эта энергия и то время, которое нам выделено в этом теле на реализацию этих возможностей, то есть, мы из священных писаний узнаем, ну, как его благоприятно использовать. хотя, ну, понятно, что мы люди, у нас есть определенные страхи, у нас есть определенные надежды, определенные желания, и это естественно. То есть, мы же не можем сказать, что... Поэтому, все живые существа действуют в соответствии с природой, которую, которую имеют. Насколько я понимаю, может быть, есть, скажем, более глубокое понимание или какие-то... Ну что, поем?